здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос я много в ютюбе видел роликов о том как некоторые люди часто неверующие умирали потом воскресали рассказывали о том что видели некоторым было сказано о том свете что истина вера православия а некоторым почему-то что протестантизм а некоторым что католицизм как относиться таким видением с большой долей скептицизма потому что все эти видения в общем-то или большей частью просто придуманными придуманы этими авторами для того чтобы получить как можно большое количество просмотров на ютюбе получить донаты получите потом достаточно немалые средства от самого ютюба от рекламодателей и таких историй могут написать тысячи тем более просмотров там действительно миллионы люди любят всякую мистику загробную но кто-то просто кто-то верит а кто-то похихикивает и снимает сливки с доверчивых подписчиков поэтому в принципе все это можно спокойно скомкать и выкинуть в топку вот из вашего сознания это все волшебной палочки вытащите и забудьте потому что апостол павел четко сказал который был восхищен до третьего неба что класс того не видел ух то не слышала на сердце человеческое не приходило то что господь уготовил любящим его загробной жизни нет таких явлений которые можно было бы объяснить с помощью материальных символов я говорю стол вы понимаете что такое стол говорю бумагу понимаешь только бумага а говорю на как объяснить то что невидимо как объяснить духовные вещи невозможно нету нашим понятий нам языке таких образов таких слов никак поэтому если кто там рассказывает о том что загробная жизни это улучшенная земная жизнь от это ухудшенная земная жизнь с сковородками без антипригарного прогрытия то просто это на самом деле обыкновенные рассказы для людей которые готовы уши развести верить во всякую ерунду есть ситуации конечно более глубокие потому что вот люди пережившие клиническую смерть они что-то конечно видели можно обобщить и немало книг на эту тему написано и защищено диссертаций особенно за рубежом они интересны но их все объединят 1 1 что речь идет о переживание клинической смерти которая в общем то ровно смерть ровно настолько насколько морские свинки свинки то есть совсем никакой смерти не не переживали душа тело не отделялась это что не видели это то что то в приграничном уже состоянии находится что уже не принадлежит миру земному но еще не принадлежит вечности и можно конечно воспаряясь над телом видеть тело можно видеть что происходит в больнице даже в этом здании много чего интересного бывает но загробную жизнь из них не видел никто знаю некоторые из моих друзей слышали голоса молитвы на многих 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 разных языках и я знаю вот они знали что за них молились огромное количество людей водка в этом состоянии слышатся молитвы других о тебе но все и кстати за есть такое интересное замечание что а сами молиться не могли вот как не понимают что такое молитва слышали молитвы других но не могли сами помолиться вот этот полностью кстати соответствует святоотеческому учению согласно которому человек за гробном мире себе молиться не может и ждет молитв наших а молитва нужна молитва церкви молитва всех нас всех тех кто его любит и просто тех кого попросили помолиться о нас но то что мы все воскреснем то что жизнь за гробом будет это простая прописная истина главное успеть нашу жизнь прожить так дабы не было мучительно больно совершенно бесцельно с духовной точки зрения прожитые годы помоги всем нам господь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео